Вячеслав Добрынин Музыка Добрынина была постоянным спутником. Его уход 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет потряс музыкальный мир и не только. Поклонники по всей России и бывшим Советским Республикам оплакивали потерю музыкальной иконы, человека, чьи песни коснулись их сердец и душ. Творческий путь Добрынина длился десятилетиями. Он был свидетелем взлетов и падений Советской и постсоветской эпох. Тем не менее, его музыка оставалась источником утешения и вдохновения, свидетельством неприходящей силы мелодии и проникновенных слов. Путь Вячеслава Григорьевича Добрынина начался вдали от яркого света рамп. Он родился в Москве в 1946 году. Его детство пришлось на тяжелые послевоенные годы. Музыка, однако, давала утешение и возможность убежать от реальности. Уже в детстве Добрынин проявлял незаурядные музыкальные способности. Он блестяще учился в московской хоровой школе, а затем оттачивал свое мастерство в Московском государственном педагогическом институте. Именно в эти годы в нем вспыхнула страсть к композиции. Ранние произведения Добрынина уже намекали на тот лирический гений, который раскроется в полной мере позже. Он черпал вдохновение в окружающем мире, превращая обыденные события в близкие и эмоционально насыщенные песни. Семидесятые годы ознаменовались стремительным взлетом Добрынина к славе. Его сотрудничество с такими известными поэтами-песенниками, как Леонид Дорбенев и Михаил Рябинин, подарило миру целую плеяду хитов. Песни «Кто тебе сказал?», «Желтый чемоданчик» и «Синий туман» мгновенно стали классикой, завоевав сердца миллионов. Музыка Добрынина обладала уникальной способностью находить отклик у самой широкой аудитории. Его мелодии были запоминающимися, а слова, часто пронизанные чувством тоски и романтики, трогали слушателей всех возрастов. Его песни постоянно звучали по радио и телевидению, становясь неотъемлемой частью советского культурного ландшафта. Концерты Добрынина были легендарными. Они собирали толпы преданных поклонников, стремящихся услышать любимые песни вживую. За занавесом успеха Добрынин сталкивался с личными трудностями. Его брак с Ириной, от которой у него родилась дочь Катя, закончился разводом. Позже он вновь обрел любовь с Александрой, которая стала его верной спутницей и опорой. В поздние годы Добрынин боролся с проблемами со здоровьем. Он перенес два инсульта, которые подорвали его здоровье и вынудили сократить гастрольный график. Несмотря на эти испытания, его дух оставался несломленным, а страсть к музыке не угасала. Пятый раздел. Музыкальные сокровища Добрынина. Наследие в песнях. Невозможно переоценить влияние музыки Добрынина на советский и российский музыкальный ландшафт. Его песни стали частью национального самосознания, перешагнув через поколения и культурные границы. «Кто тебе сказал?» Остается одним из его самых популярных хитов – песней о любви и тоске, которая не теряет своей актуальности и сегодня. Желтый чемоданчик с его жизнерадостной мелодией и забавными словами стал гимном жажде странствий и приключений. «Синий туман» – волнующая красивая баллада, продемонстрировала способность Добрынина передавать глубокие эмоции через свою музыку. Эти песни, наряду с бесчисленным множеством других, закрепили за ним статус настоящей легенды российской музыки. Шестой раздел В памяти легенды посвящения от коллег Известие о кончине Добрынина вызвало волну горя и потоки соболезнований от коллег-музыкантов, знаменитостей и поклонников. Алла Пугачева, близкая подруга и современница, вспомнила его как настоящего художника, чьи произведения дарили радость миллионам. Композитор Игорь Крутой высоко оценил незабываемые мелодии и душевные тексты Добрынина, отметив, что его песни будут вдохновлять еще не одно поколение. Певец Валерий Леонтьев назвал Добрынина мастером своего дела, оставившим богатое музыкальное наследие. Седьмой раздел За кулисами Человек за музыкой Помимо музыкальных достижений, Вячеслав Добрынин славился своей теплотой, скромностью и искренней любовью к своим поклонникам. Он относился ко всем, кого встречал, с уважением и добротой, всегда готовый подарить улыбку или сказать доброе слово. Друзья и коллеги вспоминают его как преданного друга, любящего семьянина и настоящего джентльмена. Он был человеком простых радостей, находя удовольствие в общении с близкими, чтении и, конечно же, написании музыки. Восьмой раздел Преодолевая утрату и находя утешение в искусстве Утрата такой легенды, как Вячеслав Добрынин, это суровое напоминание о хрупкости жизни. Его уход оставляет пустоту в сердцах бесчисленных поклонников, которые выросли на его музыке и находили утешение и вдохновение в его песнях. Но даже в моменты горя есть утешение в том, что его музыка будет жить. Его мелодии будут и дальше звучать в концертных залах и в эфире, напоминая нам о его неординарном таланте и неприходящей силе музыки, способной трогать наши души. Наследие Добрынина – это свидетельство силы человеческого творчества, способного преодолевать время и пространство. Его музыка навсегда останется источником утешения, радости и вдохновения для многих поколений. Девятый раздел «Вечное наследие». Музыка Добрынина. Живет. Жизнь и карьера. Вячеслава Добрынина подошли к концу, но его музыка будет звучать еще для многих поколений. Его песни вросли в ткань российской культуры. Их мелодии навсегда запечатлены в сердцах миллионов. Вспоминая этого музыкального гиганта, давайте радоваться той радости, которую он привнес в нашу жизнь своей музыкой. Наследие Вячеслава Добрынина – это не только песни, которые он написал, но и эмоции, которые он вызывал, воспоминания, которые он пробуждал, и неприходящая сила музыки, способная объединять нас всех. Вячеслав Добрынина